Технические средства полиции оказывают неоценимую помощь при раскрытии преступлений. Однако самой главной единицей были и остаются сами сотрудники МВД. С 2011 года в России празднуют День ветерана органов внутренних дел. Это признание людям, которые после окончания службы остаются в строю. Продолжит моя коллега Ольга Палова. У Министерства внутренних дел Республики самая большая ветеранская организация. 5 тысяч человек. Это наша история, слава и гордость. Особое место в этом строю у ветеранов Великой Отечественной войны. Имена всех ветеранов, ушедших на фронт из милиции или поступивших на службу после войны, в книге памяти, изданной в 2017 году по инициативе Культурного центра МВД. Информацию пришлось собирать по крупицам. Чтобы собрать это воедино, потребовалось большое количество времени. Ничто не забыто и никто не забыт. Людям в возрасте особенно важны внимание и забота. Врачи госпиталя МВД всегда готовы принять ветеранов, оказать им необходимую медицинскую помощь. А тем, кто вынужден встречать День Победы на больничной койке, цветы и гостинцы доставляют прямо в палату. Фронтовикам и труженикам тыла не надо объяснять цену мирного неба над нашей головой. И нет в России семьи, которую бы не тронула страшная война. 22 июня, в День памяти и скорби, мы зажигаем свечи и вспоминаем родных и близких, миллионы безымянных героев. У монумента славы ветераны всегда в первых рядах. Но и в мирное время звучат выстрелы и разрываются снаряды. И снова на передовой стражи порядка. Ветераны делают все, чтобы жители республики знали и помнили о тех, кто погиб при исполнении служебных обязанностей, заслонив с собой от преступников и террористов. В прошлом году величественный памятник был открыт в Новочебоксарске, где навеки в строю остались четверо сотрудников органов внутренних дел. ВМВД не забывает о погибших коллегах, всемирно заботится об их родных и близких, окажет им помощь. Скоро такой монумент будет воздвигнут и в селе Маргауши. Его планируют открыть в 300-летию российской полиции. Республиканская общественная организация ветеранов учредила семь премий имени наших павших коллег, которые ежегодно вручаются отличившимся полицейским. Совет ветеранов всегда готов поддержать и тех, кто делает первые шаги в профессии. Офицерские погоны и напутствие начинающие стражи порядка получают сразу от двух генералов. Ветераны – самые желанные гости у школьников по всей республике. Сам Михаил Федорович Киселев буквально с момента создания взял под свое крыло кадетскую школу номер 14 и находит время на все, что важно для воспитания и становления будущих защитников Отечества. От марш-бросков под управлением спецназа до принятия присяги. Время будто подстраивается под их ритм, то замирает над шахматной доской и лункой в ожидании клева, то мчится во весь опор под секундомер арбитра. Они и участники марафонов, и покорители Эльбруса. В общем, удивительные это люди – хранители наших традиций.